Всем привет, ребят! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у нас секретный эфир. Я решила его назвать именно так, потому что сегодня мы будем говорить с вами на темы, которых будет несколько, и каждая из которых может стать для вас сюрпризом, потому что сегодня я буду отвечать на вопросы, но это совершенно не означает, что это будет нудно, а наоборот, потому что в течение короткого промежутка времени вы сможете получить ответы на многие вопросы, и, как показывает практика, если вы пришли на этот эфир, начинаете его смотреть, то каким-то случайным образом вы получаете ответ на тот вопрос, который есть лично у вас. Ваш внутренний запрос, какая-то ситуация, которая происходит, и вы думаете, как бы поступить, что сделать. Вот сегодня я больше чем уверена, что многие из вас получат ответы на свои вопросы, и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому сегодня я выставила такую картиночку с активностью, где я предложила задать те вопросы, которые вам интересны, вы можете присоединяться по ходу, я буду со своей стороны стараться более интересно и более информационно не просто ответить на этот вопрос, но и дать вам какое-то решение. Потому что так или иначе мы все с вами делимся на две категории людей, одни люди, которые просто любят поговорить, другие люди, которые хотят найти решение. Вот если вы хотите найти решение, то, пожалуй, вы сегодня по адресу. Итак, давайте начнем приступать, точнее, давайте приступим. В свою очередь напоминаю, что вы можете сегодня задавать вопросы, можете писать их прямо в чат. Итак, давайте начнем с первого вопроса. Что делать, если все задолбало и уже не хочется ничего? Наступила апатия ко всему. На самом деле, если вы попадаете в такую ситуацию, и это состояние ваше сиюминутное, вот вы устали очень, вот такой день, что не хочется ничего, вот вы проснулись, не знаю, засыпаете. Если это ситуативная ситуация, то, в принципе, ничего страшного в этом нету. Просто дайте себе возможность вот повисеть в этом состоянии, вот просто в нем побыть. На меня лучше всего в этом случае действует момент сна, потому что я очень не люблю такое состояние, но у меня это связано всегда, в 100% случаев, именно с усталостью. Когда усталость настолько сильная, что ты уже не можешь не спать, ничего, и просто я понимаю, что, о боженьки, как бы мне вот это вот перетерпеть, потому что я точно знаю, что завтра я проснусь, и все будет окей. Если вы приходите в такое состояние, и вы понимаете, вы можете мне сказать, да я давно в таком состоянии, да это вообще, в принципе, мое обычное состояние, да, вот такая, близко к депрессии. Я не психолог, я не знаю, что такое депрессия, как таковая, вот как явление, что происходит, и не врач, и не доктор. Я думаю, что тут есть моменты и нюансы. Но большинство людей, 99% нет у них никакой депрессии. Есть банальная лень и банальная такая вот штучка, знаете, у меня депрессия, как защитная реакция у человека, да, проще всего сказать. Потому что чаще всего, если у вас депрессия, не вы ставите себе диагноз, а вам уже со стороны говорят, как это называется, а вы пытаетесь от этого отнекиваться. Значит, чаще всего вот это уже задолбало, ничего не хочется, апатия ко всему, это ваша неосознанность, простите, ваша тупость, ваша тупость. Потому что можно, точнее, нужно быть реально тупым человеком, а я называю вещи своими именами, чтобы создавать вибрацию болезни. Когда вы говорите, меня все задолбало, все меня достали, стерто-стерто, ваш ангел-хранитель, как я говорю детям, который сидит у вас на плечике и все слушает, он понимает, что вас нужно спасать. И он, знаете, как вот маленький ребенок, типа, не знает, как спасать, он посылает вам спасение, что-то, за что вы будете сражаться. Понимаете, да? Он посылает вам болезнь, он посылает испытания для ваших близких, он не хочет, чтобы вы сейчас сдались, он хочет, чтобы вы сразились, он хочет, чтобы у вас появилась химическая реакция, и он дает вам испытание какое-то, которое заставляет вас хотеть жить. Ну вот вы плывете себе в лодке такие посредине океана и говорите, ой, что-то я жить не хочу, мне все надоело. У вас такие, опа, за борт, где акулы? Вы думаете, вы будете просто говорить, ой, класс, меня сейчас сожрут акулы? У вас включится мощное сопротивление. Более простой пример. Вы живете в отношениях и не цените эти отношения. У вас есть партнер, он вроде бы хороший, ну, как бы, ну, такое, и вам говорят, а если его кто-то уведет, вы говорите, господи, да кому он нужен? И тут появляется, и тут появляется женщина, шершеляфам, появляется женщина, и он на нее начинает реагировать. И вот он вам был пофиг, вам казалось, что он вам уже не нужен, вообще никому он не нужен, и такой вот он. И тут вы начинаете за него сражаться. Вы говорите, ты что, ты мой? Он говорит, да нет, я не твой, я вообще, как бы, как говорит мой муж, свободный орел. И в вас начинает включаться, как так, что произошло. И дальше начинают происходить разные этапы. От момента того, что да, он козел, до момента того, что ты лучший мужчина в моей жизни, я только поняла сейчас, как я тебя люблю. Это не только у женщин случается, но и у мужчин. Поэтому, если вы настолько глупы, чтобы не осознавать, что подобными заявлениями и реальными вибрациями вы притягиваете к себе испытания, причем очень часто зверские, зверские испытания, то вперед. Вот, если вы это осознаете, ну, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. У меня есть более легкий способ, я рекомендую спрыгнуть со второго этажа, чтобы не убиться, но что-нибудь сломать, например, и потом пытаться восстанавливаться. Вот, да, то есть сделать какое-то увечье себе. Ну, если вам это необходимо, окей. Но помните о том, что в следующей жизни вы можете проснуться инвалидом, спрятанным в чужое тело, который сидит с головой опущенной, я называю это тюрьмой. Это тюрьма. Вы в жизненной, пожизненной тюрьме, потому что вы спрятаны в тело, которое не может шевелиться, а у ваших близких не хватает духа вас, ну, как бы убрать, отключить. Вы же родились? Поэтому будьте очень аккуратны с подобными заявлениями, очень аккуратными. Не шутите с ними, потому что вы получите ответочку. Это непременно случится. Так, давайте буду сразу смотреть тоже на вопросы в чате. Что делать, если мне 33, у меня нет ни одной подруги? Вроде ничего плохого не делаю, но подруги с детства, мелкие конфликты, непонимания отделяют людей, в итоге одна. Значит, я вам скажу так, что волнует это сейчас вас, и это главный вопрос. Почему вас это волнует? Что-то в вашей жизни не так. Потому что если бы вы развивались, если бы вы жили в кайф, то история была бы не про то, что у вас были бы подруги, а вас бы это не волновало, потому что ваша жизнь была бы насыщенной. То есть это показывает двойственную проблему, что, скорее всего, у вас нету подруг, потому что вы сами не нашли свое место. Вы не хотите быть уже с теми, по уровню их, наверное, или переросли, или не доросли, с теми, с кем вы есть, скорее всего, переросли, но не доросли до кого-то другого, потому что вы по-прежнему паритесь. Вы вот где-то, знаете, между этажами застряли. Какое-то время назад у нас с Сергеем тоже был такой вопрос, почему у нас как бы нету каких-то друзей семейных. Вот как-то вроде бы от друзей-одиночек мы выросли, и он, и я, ну там, в большей степени Сергей, когда у меня подружки остались, а вот как-то до каких-то общих не доросли. И мы этим, знаете, так переживали, парились, мы думали, что проблема в нас. В тот момент, когда мы это отпустили и просто увлеклись своей жизнью, вокруг нас появились такие же классные люди. Сейчас вас, скорее всего, окружают люди, которые так же, как и вы, чем-то не удовлетворены, вот, и не могут найти себе друзей, потому что нету того, чтобы вас объединяло. Дружба – это такая штука, где вас должно что-то объединять, как и отношения любые, должны быть общие интересы. Например, с некоторыми вы знакомитесь, потому что ваши дети там что-то вместе делают, с некоторыми вы ходите на танцы, с некоторыми вы танцуете, не знаю, там, в клубе, с некоторыми вы курите траву, с некоторыми, может, вы занимаетесь сексом. У вас должна быть какая-то общая, общая жилплощадь, общий этаж, помните, как в университете, общий университет, общие курсы, общий интерес. Значит, у вас нету явного интереса, который бы мог соединять вас с другими людьми. Но есть куча претензий к другим людям, у них к вам соответственно. Вот ваш общий интерес – это претензии. Соответственно, начните увлекаться своей жизнью, найдите то, что вам нравится, и однозначно вопрос решится. Это даже не проблема. Так, едем дальше. Верите ли вы в ангелов-хранителей? Я верю в то, что мы сами являемся своими ангелами-хранителями, по сути, потому что мы, то, что мы произносим и то, о чем мы думаем, это вокруг нас и происходит. Детям мне сложно это объяснить, поэтому детям я объясняю, что у них на плече есть некто, их ангелочек, который слышит все, что они говорят. И когда ты произносишь слух, что, например, я болею, твой ангел-хранитель слышит это как желание. Я хочу заболеть. Поэтому я им всегда говорю, что что бы вы ни произносили, у меня ничего не получается. Я хочу, чтобы у меня ничего не получалось. Я всегда им говорю, что твой ангел-хранитель воспринимает это так. Так, называйте это как хотите, голосом вселенной, вибрационными составляющими вашего тела, квантовой физикой, как хотите. Вот, просто объясняю вам, что и как. Так, моему парню нравится привлекать к себе других девушек своим общением с ними флиртом. Это поднимает ему самооценку. Потом просто перестает общаться с ними. Как быть в этой ситуации? Я вам скажу так. С одной стороны, в этом нет ничего страшного. С другой стороны, если он это делает, рано или поздно это может во что-то проявиться, в чем-то проявиться. Поэтому я на самом деле просто бы приняла это, но делала бы обраточку. Попробовала бы понять, что ему в этом нравится и делала бы точно так же. Тут было бы два момента. Либо вы просто бы друг друга понимали и возможно даже у вас были бы какие-то возможности, ну не знаю, какого-то флирта на стороне. И это было бы для обоих нормально. Либо ваш парень включится и скажет, знаешь, дорогая, я понял, мне это не нравится. И, соответственно, тоже это проявит. То есть тут нужно экспериментировать и пробовать, чтобы кто-то из партнеров друг друга понял. Для того, чтобы я тебя поняла, мне нужно тоже это попробовать. Так, выше вопросик, ответь, пожалуйста. Вижу. Как перепрошить мышление и стать сильной и уверенной в себе женщиной? Ну, вы понимаете, это же не компьютерная программа и не ПО. Когда я вам скажу, зайдите, пожалуйста, в настройки и сделайте это. Это некий путь. Это некий путь. Точно так же, как меняется ваша внешность, да. Вы же, например, если пошли, сели на диету там или взяли диетолога, вы же не послезавтра станете другой. Да, вот вы вышли послезавтра, вы его нашли, сходили к нему на прием, и послезавтра наступила, и вы вышли, и вы уже другая. Стройные у вас уже подтянутые скулы – это процессы, да, это некий продолжительный процесс. Поэтому, если мы становимся на этот путь, мы покупаем себе абонемент, мы берем себе тренера, мы начинаем работать со своей головой, потому что без мышления здесь никуда. И мы таким образом перестраиваемся. То же самое и здесь. Если вы принимаете решение, что вы хотите быть другой, то прежде всего важно обозначить, а какой или каким вы хотите быть. Что это, какой это человек, какими качествами он обладает. Дальше мы смотрим, что я могу делать, чтобы эти качества у меня сегодня проявлялись, как я должен себя вести. Ага, я должен быть уверенным, окей. В каких ситуациях мне нужна эта уверенность? Мне эта уверенность нужна, вот когда, значит, я там что-то говорю. Хорошо, тогда как вот, когда я буду в следующий раз говорить? Вот завтра, окей. Как я тогда должен говорить? Как я должен и попробовать изменить свою модель поведения? Чтобы измениться, нужно изменить, понимаете? Изменить модель поведения. И я себе просчитываю, окей, значит, в следующий раз я делаю так-то. Господи, мне очень страшно, но я отвечу вот так, я сделаю так. Я всегда говорил да, а сейчас скажу нет. То есть я свою модель поведения меняю. Смотрю на реакцию, переживаю эту реакцию и иду дальше. То есть вы должны понимать, что для того, чтобы получить нечто новое, нужно по-новому и действовать. Это важно. Я, например, на рерайтере жизни провожу двойную штуку. Первое, я объясняю, что нужно делать. Второе, я объясняю процесс, который происходит у нас в голове, наших реакций. Как мы будем на это реагировать, почему мы будем на это реагировать, какая реакция нас ожидает и что нам сделать, чтобы эту реакцию пережить. Ну вот, у меня, например, такая история. Второе, записалась на курсы, интерес, желание, все было. Прошло время, и все это пропало, и так не в первый раз появляется интерес, зажигаюсь, потом утихаю. Причина лень? Я не знаю, возможно, причина самообман. Возможно, причина того, что вы куда-то записываетесь не потому, что вы туда хотите, а потому, что это модно. Возможно, да, банальная лень, но, скорее всего, вас что-то не увлекает, либо у вас есть какая-то внутренняя программа, не доводить до конца, например, начатое, не веря в себя в принципе, как таковое. У меня все равно не получится, зачем я это делаю? То есть тут нужно покопаться вот в таких штуках. И самое главное для себя, ну, вы уже знаете за собой такое качество, значит, нужно себя научить, да, доводить что-то до конца. Вы скажете в следующий раз, вот это я сейчас выберу, что мне наиболее интересно, я точно дойду до конца. Вам будет не так интересен сам курс, какая-то программа, что вы проходите, как сам факт дойти до конца. Мы должны себя к чему-то приучать для того, чтобы изменяться. Мы должны понимать, что я точно должен это делать. Например, я люблю ходить на тренировки, да, но я просыпаю. То есть проблема не в тренировках. Я не хожу на тренировки не потому, что я не хочу на них, а потому, что я не пунктуальна. Я просыпаю просто, я не попадаю на них. Значит, мне нужно решить вопрос, чтобы я просыпался. Вот я на это должен полностью направить вектор своего внимания, сфокусироваться на этом. Вот это должно быть для меня главным. Вот я, например, сегодня проснулась в 5 утра, потому что у меня сегодня у ребенка соревнования, и в 6 утра мы должны были выехать с ней во дворец спорта, сдать ее на макияж, там, потом на разминку, и потом у нее соревнования. В 9 утра она была вот на ковре, выступала. В 5 утра факт мне встать. Вы что думаете, я балдею от этого? История не про то, чтобы встать. Я должна встать, привести себя в порядок, включить бошку свою, чтобы ничего не забыть, привести ее, и потом целый день продолжать жить, так как я живу обычно. А у меня есть своя программа, у меня есть свои какие-то дела, там, вроде бы красоты, не вроде бы, а вроде красоты. У меня есть свои дела в виде того, что, например, у меня есть логистика, например, завтра, там, день рождения у моих детей, а это ивент, а мне надо его весь прочекинить и все подготовить. У меня есть прямой эфир. Заметьте, я не сказала вам, ребят, извините, я встала уже, факин щет, 12 часов назад, я не смогу вести эфир. Нет, я знаю, что это часть моей работы, у меня есть чаты, марафоны, где я даю задания, где я общаюсь, даю обратную связь. Я ответственна за это, я не ребенок, я взрослый, я ответственна за то, что я делаю, и я это делаю. Я сижу, у меня есть блокнотик, у меня есть программы, я знаю, что я должна это сделать. И сейчас я не собираюсь спать и отдыхать, у меня еще есть куча пунктов. Я обучаюсь сама. Когда я прохожу обучение, вот сейчас я прохожу, например, месячное обучение, месячный тренинг. И я прохожу одно занятие раз в два дня, так часто бывает. Я полностью сижу, работаю, пишу все, показываю вам, записываю все в блокнотике, изучаю это, потому что у меня есть ответственность, моя ответственность, я расту, у меня есть цели, у меня есть задачи, я не позволяю себе на них забить, даже если есть какие-то сверхзадачи, вроде как встать в 5 утра когда-то. По идее, как у нас, в 5 утра встал, но я пораньше лягу, у меня нету такого, я сейчас не могу себе этого позволить, потому что я взрослый человек. Я же не ребенок, который начинает капризничать и говорить, вот включайте в себе взрослого человека. Все всегда ждут, дайте суперрешение, суперрешение мать вашу одно, будьте взрослыми. Помните, вы не дети, вам никто жопу подтирать не должен. Если вы ждете, что вам подтирают жопу, тогда вы банальный наемный сотрудник дешевый, который никогда не будет зарабатывать много, который никогда ничего не добьется и будет сидеть и вечно ныть. Что мне сделать, как мне исправить, я не могу себя заставить. Не можете себя заставить на кассу, в супермаркет и хуяйте себе вот это вот. Пип, 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 вот, вот ваша дорога. Не пытайтесь, вы понимаете, вы пытаетесь себе какие-то, типа, я не хочу ходить на тренировки, но я хочу быть олимпийской звездой, посоветуйте мне, что делать. Ни хуя не делать. Купите себе за 1000 гривен куба, насобирайте денег, купите и напишите себе. Я олимпийская звезда, это все, это ваш максимум. У людей есть вот эта история, это как у ребенка сидит, да? Мама, я хочу сделать там что-то, ты так сделай. Он, нет, я так сделать не хочу, но я хочу, чтобы так было. Ты ему опять, ну так сделай. Я так делать не хочу. По морде, блин. Я когда наблюдаю за мамашами, которых дети такое исполняют, мои дети никогда такого не исполняют. Не потому что у меня какие-то супердети, потому что они адекваты, потому что они знают, чувствуют, мама себя так никогда не ведет. И они прекрасно понимают эту грань. Дети не понимают грани тогда, когда родители позволяют вот этой хуйней заниматься. И потом вот это вот дитё вырастает в 30, 40, 50 лет и продолжает жить такой же жизнью. Вот и всё. Поэтому будьте взрослыми людьми, берите ответственность и не сидите и не придумывайте суперспособ. Я ничего не хочу, я ничего не знаю. Нет слов. Так, в башку залазит думка ещё, у меня ничего не получится. А всё потому что у вас ничего не получится. Потому что, скорее всего, вы неудачница и неумеха. Поэтому у вас ничего не получится. У всех, у кого есть такие мысли, вы правы. Все, кто считают и абсолютно уверены в том, что у них всё получится и ебашут, вы тоже правы. Прав абсолютно каждый из вас. Вы должны это понимать. Я не знаю, о чём думают люди, когда пишут мне. Я в себя не верю, у меня ничего не получается, я ни во что не верю. Мне поможет рерайтер жизни? Нет. Не поможет. Вам не поможет рерайтер жизни. Даже если вы его сожрёте, даже если вы его выучите наизусть, будете прикладывать к себе к какому-то месту, он вам не поможет. Мало того, я вас ещё буду чихвостить и посылать нахер и удалять к ебеневой матери. Потому что я таких людей ненавижу. Идите, нойте в другое место. Мне на вас похер. Потому что я терпеть не могу людей, которые не хотят отвечать за свою жизнь, но при этом имеют миллион претензий и потом говорят, это всё не работает. Это вы не работаете. Это вы грёбаные лодыри. Всё. Если бы я была учительницей в школе, я бы отчисляла половину детей с первого класса. Просто говорила, иди нахуй отсюда. Всё. Если тебя мама дома не воспитала быть нормальным человеком, адекватным и позволила тебе быть таким, иди нахуй отсюда сразу же. Может быть, человеку бы это больше помогало бы. Понимаете? Потому что когда тебе подтирают сопли со всех сторон, ты потом вырастаешь у такого вгрёбанного какого-то козла, за которого потом женщина выходит замуж зачем-то, и сидит и говорит, он грёбаный козёл. Ты что, дура, не видела, что он грёбаный козёл? Будьте взрослыми людьми. Я очень люблю людей, адекватных и нормальных, но если вы этого не понимаете, вам кто-то должен сказать правду. Я иногда наблюдаю за тем, как мамочки разговаривают со своими детьми, которые просто выносят им мост, и мамочка сидит, и мамочка там часто поздно родила, или там просто сложно родила. Ну, мы мамы. И я когда смотрю, мне очень хочется сказать, ты что делаешь со своим ребёнком? Ты вообще что с ним творишь? Ты зачем ему такое позволяешь? Ну, я не могу, это не мой ребёнок. Но я всегда своим детям поток говорю, если бы ты себя так вела. Она говорит, мама, я себя так никогда не буду вести, это же отвратительно. Фух, думаю я, ну слава богу, блин, не зря растягивала свои половые органы и рожала этих чудес. Потому что это просто капец. Когда дети вот такими рождаются, просто думаешь, господи, родись обратно, пожалуйста, засунься туда. Так, гоним дальше. Как вы пришли к своему предназначению, а именно к рерайтеру? Делали ли вы медитации, практики, запросы во Вселенную, или всё вас однажды? Вы должны понимать, есть две составляющие. Есть наша осознанность. Осознанность, повторяю, это задавание себе вопроса. Кто я, что я, почему я, ощущения, как это работает, почему я это чувствую, почему я на это реагирую так, а на это так. Это изучение себя. Осознанность у меня была с раннего возраста. Я всё время задавала эти вопросы, я пробовала, искала внутренне. Второе, я действовала всегда физически. Не забывайте о том, что если вы сидите и медитируете, и где-то, и ждёте, что всё будет происходить, нет. Нужна ваша энергия включения. Вы должны выходить в мир, вы должны пробовать, вы должны пробовать гипотезы различные. Я достигала успеха в разных нишах, потому что даже не в своих. Потому что я точно знала, первое, я всегда достигну успеха. Я всегда достигну успеха. Я ушла с ниши, в которой я безумно была популярной, и в которой я много зарабатывала, ушла только по одной причине. По причине своей осознанности. Я не чувствовала себя счастливой. Это было очень рискованно. Я не знаю до сих пор, как у меня хватило смелости. Но это был момент моей осознанности. А причина успеха – это причина ваших действий. И вы должны это осознавать. И я вам скажу больше. Когда вы находите своё предназначение, это вообще не означает, что вы найдёте деньги. Вообще это не означает. Потому что если вы на деньги не заточены, если у вас нету жилки предпринимателя, если у вас мышление неденежного человека, вы можете быть счастливым в то, что вы делаете, но быть бедным. Это тоже важный момент, который нужно вам понимать. Что предназначение и деньги – это не такие друзья, как вам кажется. Поэтому действия, моторчик и механика внутри – это вы, это ваша жизненная энергия, это ваш настрой на продвижение, а не только на то, что я медитирую и делаю. Поэтому я очень много пробовала. Я очень много пробовала разных вещей. Это все знают, вы на интернете. Можно за мной проследить все мои пути, даже в том же Инстаграме. Я очень много пробовала, я очень много делала, я много зарабатывала, я много теряла. Я экспериментировала и всё время слушала себя внутри. Я всё время задавала себе вопросы – это то, не то, мне хорошо, не хорошо, это как? Не по принципу того, что «О, меня взял этот замуж, и я за него пошла». Нет. Я всё время задавала эти вопросы. Отдельный рерайтер для детей не будет, никакого рерайтера для детей. Дети всегда изеркалят родителей. Если родитель долбоёб, то мне, что я могу сказать ребёнку? «Твой родитель долбоёб», я ему могу сказать это. Поэтому давайте будем учиться быть нормальными родителями. Ко мне приходят дети уже в 17-18 лет от долбоёбов родителей, простите, которые уже говорят «Оля, мне нужно что-то с этим делать». Либо от родителей не знают. Родитель не знает, как лучше, чем родитель долбоёб. Знаете почему? Потому что долбоёб превращает своего ребёнка в жертву, который всё время говорит «Ты неудачник, я неудачник, у тебя ничего не получится, у меня ничего не получилось». Вот это долбоёб. Я называю это так. Когда будет следующий марафон «30 дней с Ермиловой»? Никогда не будет. Какой «30 дней с Ермиловой»? У меня есть единственный марафон, который я провожу, который называется «Рерайтер жизни». Нет других марафонов и никогда не будет. Все остальные марафоны, которые у меня, не марафоны, а программы, которые у меня есть, они находятся уже внутри «Рерайтера жизни». Попасть в них, если вы не являетесь участником и никогда не проходили марафон, нельзя. Никаких «30 дней с Ермиловой». Спросите меня ещё, когда будет бизнес-тренинг. Не будет. Не будет. Never. Я больше не занимаюсь этим. Я точно знаю, чего я хочу. Поэтому не надо. Так, замечательно. Давайте ехать по следующим вопросам, которые у меня есть. Очень важный вопрос. Какой кубок Алисе отвоевала сегодня? Алиса сегодня завоевала второе место. Очень важный. Дальше. Как относитесь к состраданию? Не знаю. Не нравится это. Мне не нравится это чувство, потому что для меня это некая жалость. Это значит, что я к другому человеку испытываю жалость. Если я к человеку испытываю жалость, то, скорее всего, я его не люблю, и я его где-то немножко презираю. Не презираю, так, знаешь, я тебя презираю. Оно внутреннее, и у меня к этому человеку, я с ним не буду дружить. Для меня человек вот такой, ну нет. Есть момент того, когда мне хочется поддержать человека, потому что он попал в сложную ситуацию. Я знаю, что он классный, но у него сложная ситуация. Это другое. Сострадание, слово страдание, ИСО, это как будто бы я страдаю вместе с ним. Я вообще против страданий как таковых, не считая вообще, что это хорошее качество. Что делать, если не знаешь, как осуществить мечту? Вот очень хороший вопрос. Почему? Потому что он очень странный. Никто обычно не знает четкий путь, как осуществить мечту. Ну, потому что иначе это бы не было мечтой. Но у нас у всех есть гипотезы. Как это сделать? Гипотеза – это предположение. Так вот, каждый раз, когда у меня есть мечта, какая-то, цель или мечта, это близкие достаточно понятия, я создаю себе, не то чтобы пишу, создаю себе план, гипотез. А что бы я могла делать? Ничего бы я могла ожидать. Внимание. А что бы я могла делать? Делать. Еще раз, делать. Это важный момент. Что бы я могла делать? Да, я буду это визуализировать. Да, я буду об этом думать. Да, я буду это представлять. Это моя потусторонняя помощь. Я буду привлекать ситуации, обстоятельства, которые будут мне в этом помогать. Я это буду материализовать. Но делать я что буду? Вы из чего решили, что можно сидеть дома и курить бамбук, и нихера не делать? И говорить не работает. Делать надо. Надо свою энергию включать. Надо думать. Так, наверное, я могу попробовать так. Вы начинаете действовать, и благодаря того, что у вас включена ваша энергетическая волна, вы видите, либо у вас начинается резонирование, когда вы такие раз, вошли, и оно пошло. Это знаете, как пошел на свидание. Например, я хочу познакомиться с мужчиной. Я его визуализирую и представляю, но я, блядь, не хожу на свидание, вообще не вылажу из дома. Меня кто-то куда-то приглашает. Нет. Я хочу познакомиться с мужчиной. Я решаю быть открыто. Я хожу на вечеринки. Куда меня приглашают? Друзья, где я этого мужика могу увидеть? Неважно, есть там сайт знакомств, нет. Я где-то ищу этого мужчину. Ну, то есть, я открыта для того, чтобы он меня нашел. Дальше. Меня приглашают на свидание. Или там я с кем-то случайно знакомлюсь. И вдруг мы познакомились, и мне как-то стало тепло и хорошо. Это называется резонанс. Срезонировало. То есть, пошел какой-то процесс. Это значит, вы энергетически на это настроены. И вы, когда настроены энергетически, и когда вы это себе представляете, визуализируете, афирмируете и делаете различные практики, вы становитесь, вы очень тонко чувствуете. И вы сразу чувствуете. Опа! Либо вы приходите с кем-то знакомиться, да? И у вас такая прямо вот холод, вот прямо вот такая, знаете, занавес железный. Это тоже говорит о том, что нет, это не тот. Но ходить на свиданку, мать вашу, надо. Что же вы сидите, вы что считаете, что он как джинн из лампы вылезет? Hello, my baby. It's me. My name is Jake. Are you married me? Да? Так покурите травы и выйдете замуж. Так, поэтому давайте вернемся к теме. Нужно создавать себе ряд гипотез и действовать, исходя из этих гипотез. Да? Я попробую. Я когда себя искала, я искала, так, что мне близко, вот это, вот это. Попробую-ка я в этом проявиться. Попробую-ка я в этом проявиться. Угу. Оно. Нет, не оно. Рядом. Угу. Что такое я рядом? Рядом хожу, хожу, как, знаете, эта собачка. Где, где? Где? Ха-ха-ха-ха. Ох. Опять не туда. Ох. Опять не туда. Это точно оно. Фак. Опять не туда. А потом туда. Поэтому, если ты не знаешь, что делать, то делай то, что знаешь. Что-то ты знаешь, блин. Если ты вообще ничего не знаешь, то это не твоя мечта. Это как, знаете, вот ходишь и что-то хочешь купить. Но не врите мне, что когда вы идете за шмоткой в магазин, вы вообще не знаете, что вы хотите купить. Знаете. Вы знаете, что это будет кофточка, платьичка, или юбочка, или штанишки, или обувь. Вы что-то да знаете. Или трусишки. Вы что-то да знаете. Понимаете? Что-то вы знаете. Если вы ни хера не знаете, вы ничего не купите. Не тратьте время. Идите пожрите. Не знаю, погуляйте, потрахайте. Что-нибудь поделайте. Поэтому не надо врать. Гросс Светлана. Так, почему вы такая охуенная? Интересненький вопросик. Так, у нас таких на быстрых свиданиях куча. Хочу познакомиться, но у меня нет времени, чтобы прийти и познакомиться. Да, да, да. Это, конечно. После рерайтера захотелось сменить окружение друзей, даже мужа. Это нормально? Я же говорила вам, что это нормально, абсолютно. Конечно, нормально. Когда вы начинаете меняться, вы меняетесь. Ну, что он говорит еще? Вы меняетесь. И вам больше не нравится ваша одежда, ваш мужик, ваше... Все может не нравиться. Может не нравится что-то. Мы меняемся, все меняется. Если все вместе с нами не меняется, то как бы все. Так, погнали дальше. Чудненький вопросик. Нахожусь в декрете, как выйти из депрессии и найти энергию. Тоже очень сильный, такой интересный вопрос, на который я отвечаю каждый день буквально. Найти энергию. Я всем вам говорю, у нас с вами у всех энергии одинаково. Одинаково. У кого-то чуть-чуть больше, у кого-то чуть меньше, но не принципиально. Не принципиально. У нас с вами средненький размерчик, да? Давайте такой, ну или ближе к плюс-сайз. Давайте будем такими крутыми мужиками, с крутыми яйцами. Но мы с вами эту энергию тратим на разные штуки. Понимаете? Кто-то тратит на любовь, кто-то на дрочь. То же самое. Когда вы занимаетесь тем, что вам не нравится, а судя по всему, декрет вас уже просто подзадолбал, вы уже скоро, проститесь своего любимого ребенка, будете готовы бить головой об стенку, вы уже ненавидите своего мужа, свои стены, в которых вы находитесь. Возможно, вам не хватает денег, скорее всего, иначе вы точно кого-то наняли. И вот вы сидите и думаете, у меня нету сил, откуда они у вас будут, алло? Если вы делаете то, что вам не нравится, вы из своей ванной вытыкаете вот эту затычку, и с вас все спускается. Вы утром проснулись, вы уже пустая. Потому что опять и то же самое. И в этом случае есть классный вариант. Устройтесь на работу. И тут человек говорит, ну как, у меня нету денег, чтобы платить няне. Ты говоришь, устройся на работу и отдавай эти деньги няне. Ну нет. Что нет? Ты меняешь время, которое ты не любишь, на время, которое тебе может понравиться. Мало того, твой доход может расти, твоя энергия может развиваться, ты можешь наполняться. Нет, я буду плохой матерью. У нас же такая игра. Игра такая, сказать нет. Ты говорите, нет. Вот человек приходит и говорит, помогите мне. Ты ему говоришь, что вот так вот сделать? Нет, я так не буду. Так какого хера ты тогда пишешь, если ты так не будешь? Тогда вали нахер отсюда. К ебенивой матери. Все, встал и вышел. Вот такой была бы я психолог. Мне говорят, не хотите быть психологом? Вот такой психолог бы я была. Пошла отсюда. Иди. Потому что нельзя быть на свете нудной такой. Потому что когда вы говорите, я хочу что-то поменять, вы должны быть готовы поменять. Не свои три года или четыре или пять лет жизни на памперсы и на то, что ваш ребенок чувствует, чувствует, что вы ненавидите свою жизнь. Он у вас с материнским молоком впитывает ненависть к жизни. Он видит, что мама терпеть не может. Она ненавидит отца. Она ненавидит безденежье. Но он не понимает, что безденежье. Она знает, что ненавидит деньги мать. Потому что у нее их нет. И она их ненавидит. Просто ненавидит. Потому что эти, сука, деньги испортили ей жизнь. И она их ненавидит. И ребенок тоже ненавидит деньги. Она ненавидит свою жизнь. Она ненавидит свое отражение в зеркале. Потому что ей некогда помыться. Она чушка. Она жирная. Она понимает, что ее муж, скорее всего, тоже ее ненавидит. И поэтому он допоздна работает и уезжает в командировки. Потому что он не хочет ни трахаться с ней, ни разговаривать с ней. Ничего не хочет, ненавидит ее. И она в этой ненависти живет и говорит, я не устроюсь на работу, потому что я хорошая мать. Что, есть какие-то вопросы еще? Ну, хорошо. И она тебе это доказывает. Я так не могу. Это вы, Ольга, можете бросить детей. Да, я могу, я легко. Валите, дети. Муж, вали, все, вали. Я охуевная, я классная. Мы можем находить себе оправдание в чем угодно. Можем. Ну, находите. Тут всегда вопрос. Вам что надо, шашечки или ехать? Хотите найти оправдание? Оправдайтесь. Я, знаете, общаюсь или с психотерапевтами, или с кем-то умным, не потому что я прихожу к этим людям сама. Нет, я бы никогда к ним не пришла. Я же все знаю. Вы что, я сама умная? Но у меня периодически бывают интервью, какие-то программы, куда меня приглашают, или просто какая-то тусня, где я, находясь с какими-то людьми, ну, точно не глупыми, все время себе говорю, заткнись. Послушай. Ну, говорить ты умеешь. Это все прекрасно знают. Проблема одна. Ты не можешь заткнуться. Вот если ты рядом с кем-то оказываешься, кто может что-то умное сказать, ну, помолчи. И вот вы знаете, я когда начинаю слушать, очень часто люди говорят очень толковые вещи. И я все время стараюсь с ними не спорить. Потому что выслушать альтернативное видение или видение на себя, на какую-то ситуацию, это очень интересно. Потому что мы-то уже для себя всегда все решили, у нас есть все оправдания, мы, задавая вопрос, уже знаем, какой ответ нам подходит. Вот так. Никакой мы услышим. Какой нам подходит. Потому что мы услышим что? Ответ, который нам подходит. А этот человек, он нам завидует обязательно. Обязательно он завидует, он поэтому так говорит. Он отрабатывает на нас свои комплексы. Мы же тоже оправдали, что он так отвечает. Уже это все понятно. Мы же умные. Я самый умный на Земле. Ну, окей. И я всегда говорю, ребят, вот я с вами поговорила, а вам с собой жить. И себе так говорю, Оль, вот он тебе сказал свое мнение. Выбор-то за тобой, тебе с собой жить. Ну, по сути-то что? Ну, может, послушаешь, хотя бы чуть-чуть подумаешь, а вдруг этот человек где-то прав, например. Так что думайте. Так, пока не осознаешь, что ты живешь не так, как хочешь, только потом поднимаешь свою жопу и начинаешь менять себя и окружающих. На самом деле нет. На самом деле люди осознают часто, что живут не так, как хотят, но их это тоже устраивает. Это для меня, не знаю, вот знаете, вот этот х-фактор, что ли. Вот какая-то хуйня непонятная, почему люди меняются или не меняются. Вот я, например, в меня это вшито, поэтому мне странно, что люди не хотят меняться. То есть в меня вшит этот чип с рождения. У некоторых он включается так автоматиком, что-то произошло. Всегда обычная стрессовая ситуация. Почему? Потому что в обычной ситуации нет предпосылок для изменений. Меняемся мы в стрессе. Стресс мы такие, о, что произошло? Почему? По-новому отреагировали. Поэтому такое. Так, погнали дальше с вами. Следующий вопрос. Есть общее убеждение, если у человека нет друзей, значит, это плохой человек. Говно. Значит, по поводу общего убеждения. Давайте вот даже не о самом убеждении, а по поводу общего убеждения. Вот если вам долгое время повторять, что вы стул, и все отовсюду будут повторять, что вы стул, или все будут повторять, что в мире есть болезнь, которая всех убивает, под названием коронавирус. Я вам такое расскажу вообще. Ну такая болезнь, предположим, что есть такое название коронавирус. Дурацкое название, ну такое, давайте. Типа это корона у кого-то и вирус. И представьте себе, что если со всех ящиков об этом говорить, и писать начать об этом, и подключить еще средства массовой информации, сейчас расскажу вам фантастику, вы в фильмах такого не видели, могут остановиться аэропорты во всем мире. Прикиньте. И людям скажут, из дома не выходить. Вообще запрещено. Закроются все школы, рестораны. Прикиньте. Салоны красоты. Представляете, везде закрываются салоны красоты, и вы на окрашивание не можете сходить. Прикиньте. И все сидят дома. Представляете? Вот так. Это называется общее убеждение. Когда вас все убеждают. Вот если бы предположить, что общее убеждение, было бы такое понятие, то можно было бы предположить, что это вот такое могло бы случиться. Но мы-то с вами знаем, что общих убеждений не бывает, потому что мы же не можем себе предположить, чтобы вот пришел такой вирус, и всех бы закрыт. Правда? Вот и подумайте о том, что такое общее убеждение. У вас мозги есть? У каждого. Голова на плечах есть? Своя. Вы вообще понимаете, что такое есть, друзья? Нет. У кого они есть? У кого они? Что значит общее убеждение? Вы что, овцы? Стадо? Ну тогда да. Тогда может быть общее убеждение. Овцы все пошли туда. Сейчас на стрижку. Овцы. Ну вы же не овцы. Забудьте о слове общее убеждение. Забудьте об этом. Если вы не считаете себя овцой. Смейтесь с этого. Улыбайтесь. Уходите в сторону от этих людей. быть как все прошли эти времена, когда это воспитывалось. И это, ну создавался из этого тренд. Это страшное время было. Страшное. Но сейчас-то мозг чуть-чуть проснулся. Как можно говорить про какие-то общие убеждения? Про то, что, ну, будьте людьми. Нет, так это, знаете, как нас прививки кололи. Никто не спрашивал. Загоняли стадо, мы все кололи. Многие говорят, как хорошо было. Что хорошо было? Каждый человек имеет право на свой выбор. У каждого человека есть своя интуиция. У каждого человека это свой набор клеток. Понимаете? И мы, каждый из нас, абсолютно разный. Абсолютно. У одной матери и папы рождаются разные дети. Абсолютно. О чем вы говорите? Перестаньте смотреть на других. Перестаньте слушать, как делают другие. Собирайте информацию, но пропускайте через себя. Не надо покупать то, что купила ваша подружка. Или то, что рекламирует какой-то блогер. Не надо доверять врачу, который помог вашей подруге. Вы можете собирать мнение, но вы должны это думать, проверять, пропускать, ощущать. И убеждения вроде, после 30, если ты не вышла замуж, то ты уже все. В 40 рожать поздно. Директор школы – это самый главный человек на планете. Правда? А я не знала, так я говорила. Люди. И если человек мудак, то мне похер, какой он, директор или президент. А если он классный, то мне абсолютно все равно, моет он подъезды или чем он занимается. Не имеет это никакого отношения. Понимаете? Поэтому гоните вот эту всю историю про то, что кому кто должен и общие убеждения. И у человека нет друзей. И у человека нет друзей по разным причинам. Одна из них, может быть, он просто не нуждается в друзьях. Он не хочет, он считает себя своим лучшим другом, или своего мужа, или своего кота. Он просто принял такое решение. И все. У него разные есть причины. Может быть, он разочаровался в дружбе и понял, что ему так гораздо комфортнее. Точно так же, как и женщина, которая не хочет выходить замуж. Потому что ей хорошо. И реально хорошо. Она может встречаться с мужчинами. Она может вести жизнь свою так, как она захочет. Но она не хочет замуж. Или даже женщина, которая не хочет детей. Не понимаю. Не знаю. Но она имеет на это право. Так. Сейчас. Отключаемся. Как послать корректно подругу, если все время указывает, как делать и как жить, по-хорошему не понимает? Посмотрите, пожалуйста, мой эфир, который называется «Личные границы». Он висит у меня в ленте в IGTV. Посмотрите, целый эфир об этом рассказываю. Вот. Чтобы сейчас просто не повторяться. Так. Следующий момент из этой же оперы. Сестра мужа видит во мне в рогах. Изначально. Я нормальная, но что делать? Но вот эта вся история про «я нормальная», да, это уже некое оправдание. Я же нормальная. Нормальная относительно чего? Вы нормальная. Относительно чего? Если вы хотите уже ей что-то доказать, что вы нормальная, то вы, наверное, слишком нормальная. Забейте. Какая нам разница, кто и что и куда видит? Помните главное правило. Позвольте себе быть собой, другому быть другим. Максимум. Вот знаете, у меня тут две есть как бы истории. Первое – это то, что я, если вижу какую-то проблему, я могу об этом поговорить с человеком. Первый раз поговорить, сказать, слушай, а что происходит? Давай с тобой этот момент обсудим. Но если наша проблема возникает второй или третий раз, я стараюсь создать свое отношение к этому человеку. То есть разделить его отношение ко мне, он может меня любить, не любить, я ему могу нравиться, не нравиться, он может считать меня умной или дурой. Например, это его отношение ко мне. Я вот так вот разрезаю ножом и оставляю свое отношение к нему. А я-то к нему как отношусь? Помните, я рассказывала это правило, когда он говорит, я с тобой не дружу, а ты пишешь, а я с тобой дружу. Он с тобой не оздоровывается, ты ему говоришь привет. Знаете почему? Почему? Потому что вот то, что он чувствует по отношению к вам, это его вибрации. Каждый раз, когда он вас видит, у него негатив, у него ему неприятно. Он это сам у себя вызывает, не вы, он сам по отношению к вам это сформировал. И он как будто бы включается красной лампочкой. И он начинает к себе притягивать все плохое. Ему плохо, и он тут же, как знаете, простите, мухи на говно, да, он тут же начинает вонять внутренне. И на него начинает все это слетать. Он неплохой, ну просто вонять, наверное, грубо, ну короче. Вы, если испытываете к нему тоже, с вами происходит ровно то же самое. Вы испытали негатив. Вашим вибрациям вообще все равно по отношению к кому вы это испытали, кто в этом виноват. Это ваша, ваша энергетическая волна. Вы включили это, вы включили галима, галима, к вам все. Поэтому, когда ты человек осознанный, ты думаешь, а стоит ли вот эта моя реакция, что я так на него реагирую, чтобы я к себе притягивал все плохое? Нет. Поэтому, если я с этим человеком вынужден пересекаться где-то, ну так получается, не знаю, мы детей забираемся в школу вместе, я с ним дружу. Я думаю, да он мне в принципе ничего плохого не сделал, ну он там что-то считает, обо мне, ну там не разница. Я с ним дружу. Я ему говорю, привет, а он от меня отворачивается. Не важно, что он ко мне, важно, что я к нему. Вот это важно. Нас не приучали к этому. Это для нас новенькое. Типа я отвечаю, да, вот как ты ко мне, так и я к тебе. Нас и так учили. Но попробуйте. Попробуйте выработать такое вот отношение. Может быть не сразу получится, но тем не менее. Просто задайте все вопросы. Ну и что. Поэтому, если ваша сестра видит в вас врага, это она вас воспринимает как врага. А вы ее как воспринимаете? Как кого? Вот так ее и воспринимаете. Если она вам неприятна, окей. Но тогда помните, что вы в этот момент себе берете кофе и льете себе на платье белое. Задайте себе вопрос, а зачем я это делаю? Что мне от этого? Когда я к ней испытываю плохо, что мне от этого? Зачем я это делаю? Это бессознательное действие. Неосознанное. Вы просто это делаете, почему? Потому что вы так привыкли. Вы так приучены. Мы так приучены. Когда мы начинаем опять-таки, что такое осознанность? Когда я начинаю задавать себе вопрос. Почему я это чувствую? Почему я это делаю? Как мне в этой ситуации поступить? Мне не нравится, что я чувствую. Мне не нравится моя реакция. Как быть? Избегать этого человека? Ну, хорошо. Я этого могу избегать, а этого не могу избегать. Бежать на другую сторону. Поэтому нужно разбираться. Когда вы разбираетесь, и ваша голова получает такие развернутые ответы, ей сильно проще действовать. Она понимает, ну да, мне все понятно, из-за чего это происходит. Поэтому, если вы нормальная, решите для себя, где уровень вашей нормальности, и ведите себя так, как вы считаете, должен вести себя нормальный человек. Так, знаю очень осознанного и умного человека, но он не очень богат по моим меркам. Хорошие вибрации не всегда притягивают финансы. Да, финансовая программа – это отдельная программа, установленная в человеке. И человек может быть очень хорошим, добрым и замечательным, но в нем может быть огромное количество ограничивающих его убеждений, связанных с финансами. И, возможно, он и оправдывает тем, что я добрый, хороший, поэтому бедный. Вполне возможно, что это так. У многих людей не установлена финансовая программа. Финансовая программа – это отдельный чип. Поэтому в «Рерайт 3 жизни» сейчас у нас будет отдельный марафон, который будет только по финансам, по финансовым убеждениям, внутренним программам и проработкам. Это действительно так. И я в себе эти программы раскапываю и думаю, еще буду раскапывать какое-то время так точно. Не хочу говорить, что ни один год, не хочу такую себе создавать программу внутреннюю, но это не так просто, как кажется. И чем больше мы компаем, тем больше нарываем этого всего. Когда мы с этим разбираемся, настраиваем себя на финансы, плюс еще есть такое понятие, как денежное мышление, когда вы должны быть заточены на деньги, когда вы должны что-то делать, связанное с деньгами в том числе. Вы должны хорошо соображать в бизнесе, или быть хорошим финансистом, или уметь находить людей, которые хорошо работают с деньгами. То есть вот на деньги у вас должно быть очень многих людей, на деньги вообще все закрыто, все закрыто. Ни знаний никаких люди не хотят получать на эту тему. Убеждения не дают даже поучиться этому. Потому что в любом случае такое понятие, как финансовая грамотность, никто не отменял. Понимаете? Я, несмотря на то, что долго искала свой путь, я всегда была богатая, я всегда была с деньгами, я всегда умела зарабатывать. Просто раньше я зарабатывала сложно, тяжело. Я всегда росла, жила с убеждением, что я буду богатой, но деньги приходят тяжело, стерто-стерто. Я раскопала эту историю, и сейчас я считаю, что деньги могут и в моем случае приходят для меня легко. Вот это очень важно. Вот я ответила вам по денежным программам уже. Как быть со страхом потерять родных? Ну, понять, что вы их все равно потеряете. То есть, просто какой смысл жить? Если вы будете этим жить, то вы потеряете их быстрее. Страхи – это такая штука, где надо понять причину этого страха. Почему вы вдруг сейчас начали этого бояться? Ну, когда вот вы были маленькие, моя мама, например, в детстве все время мне угрожала, что она умрет. То есть, терроризировала меня. Когда я плохо себя вела, она мне говорила, вот я умру, и тогда вот узнаешь, или тебя заберут в интернат. И я очень много лет мечтала, когда мне исполнится 18, чтобы если мама умерла, то меня уже в интернат не забрали. Когда я выросла и вообще поняла, что это такое, что это за программка, я маму вызвала на разговор. Я говорю, мам, ты вообще соображаешь? Она говорит, нет. И вообще не понимала, что я говорю. Я же так говорила для того, чтобы ты себя хорошо вела. Я не понимала этого. Мама, кстати, ты говоришь, что ты смотришь мои эфиры. Как много, мамочка, ты обо мне узнаешь о себе. Меня прекрасная мама, мне в этом плане повезло, но тем не менее, тоже неосознанность вот это присутствовала. Поэтому задайте себе вопросы, чего я боюсь, почему я боюсь, для чего, раскопайте, и это все надо убрать. Это как, знаете, страх, что там умрут дети, стерто-стерто. Ну, а как тогда жить вот все время с этим страхом? Он же нас не преследует, вас же не преследует страх, что если вы сядете в машину, то врежется в вас кто-то. Ну, то есть это паранойя какая-то. Тут, может быть, надо сходить к психологу, или просто вы от лени это делаете. Как давно вы меняли машину? Очень актуальный вопрос. В 2015, не, не в 2015, бро, Алиса родилась, это, Ева родилась. В 2012 я покупала машину, в 2012, наверное. Вот, она стоит у меня в плане, я работаю над этим. Просто в этот раз я приняла решение, что я хочу покупать, делать крупные покупки. Я уже посчитала свою новую машину, уже достаточно несколько месяцев, как это произошло. Я посчитала свой новый Porsche, который я хочу, он стоит порядка 120 тысяч евро. Но я сейчас живу по принципу не накопления на что-то, а повышения уровня жизни, чтобы те вещи, которые я покупала, не лишали меня того образа жизни, который я веду сейчас. У меня не бедный образ жизни, ну, у меня состоятельный образ жизни, я достаточно много трачу денег ежедневно, у меня дорогая жизнь. И я не хочу, совершая крупную покупку, знаете, типа, а теперь затянем пояса потуже. Как бы, я не хочу этого. Поэтому мы приняли с мужем такое решение, что к вопросу, например, о новом жилье мы подойдем тогда, когда мы выйдем на те цифры, которые мы для себя поставили в месяц. В этом случае для нас будет несложно, там, купить себе дом, вот, там, 2, 3, 4 миллиона долларов, не купить, а построить. Вот, который мы хотим. А, типа, из истории того, что давай-ка годок или там, не знаю, сколько получится будем копить, я не хочу так. Проходили ли марафоны Блиновской, если да, в чем у вас разница? Я не проходила марафоны Блиновской, понятия не имею, в чем у нас разница. Как вас воспитывали? Тоже сложный вопрос для меня, потому что я не особо помню, как меня воспитывали. Ну, я могу вам сказать, меня не били, меня терроризировала мама вот такими вещами неосознанными достаточно. В меня очень много вкладывали понятия того, что можно зарабатывать деньги и нужно, но тяжело, обязательно, обязательно тяжело. Вообще, деньги – это такая тема, которая была в моей семье постоянно на обсуждении, но вот я все время видела, как какие-то происходят сложности в этом вопросе. И как-то для меня это так все воспитывалось. У меня всегда мама была прототипом сильной женщины, поэтому у меня долгое время были проблемы в отношениях с мужчинами, потому что все время вот эта сильная женщина побеждала, ну, я все время представляла, что все равно женщина все спасет, да, то есть детей-то я все равно рожу, как и зачем, мужик типа, я все равно сильная справлюсь. Но вот эта вот история долго была. А так, у меня всегда был характер, у меня всегда было свое мнение, всегда. Я всегда была очень самостоятельной, это детские качества, которые со мной, и я всегда была хорошим организатором. Я всегда всех организовывала и строила, начиная с первого класса. То есть это все до сих пор, все мои, кто меня знает, мои учителя, мои одноклассники, там, девочки, с которыми я была в каких-то коллективах. Это ни для кого не удивление, что происходит. Для всех удивление только мои личные отношения, потому что в основном уже все поразводились, все уже остались матерями-одиночками, выходили замуж по пять раз. И для всех удивление, даже психолог, с которым я общалась недавно, сказал мне о том, что... Вау! Он сказал, сколько лет? Месяца? Двенадцать. Вау! Спросил Сергея, вам ее немного? Он сказал, мало. Он говорит, вау! Так, как развить финансовую жилку? Ну, смотрите, две истории существуют. Вообще, в любой теме есть две истории. Первая история – это ваш мозг. Если у вас стоят убеждения на финансах херовые, то вы можете бесконечное количество проходить всяких бизнес-тренингов, вы много все равно не заработаете, вы все равно будете обваливаться. У вас всегда в голове будут причины, почему денег нет, почему их сейчас нет, почему у вас опять не получилось, почему не в этот раз и так далее. Это одна история. То есть убеждения – это one. Второй момент – это понимание того, как в той нише, в которой вы идете, или в бизнесе, куда вы идете, как вообще деньги там устроены, откуда они зарабатываются, вся эта история про маржинальность и про маркетинг. То есть, по сути, вы должны быть прокачаны разносторонне. Вы должны понимать и свой продукт, вы должны понимать устройство денег и быть уверенными, что их очень много, потому что так это и есть. И вы должны соображать в той нише, в которой вы варитесь. И быть сегодня, в принципе, люди, все хорошие предприниматели – это классные маркетологи, это достаточно хорошие управленцы, хорошие орги. Мы сегодня очень универсальны. И, наверное, этим объясняется успех тех проектов, которыми я занимаюсь, потому что во всем этом я хороша. Недавно мне прислали предложение такое, типа, Ольга, здравствуйте, вы бы, вот вы занимаетесь марафоном, мы бы вам хотели предложить, значит, ну, типа, сделать ваш продукт. Мы можем вам сделать, значит, сайт, мы можем вам писать контент-план, мы можем вам, значит, создавать программы вашего марафона, мы можем помогать вам их записывать, мы можем там делать рассылки. А я сижу и ржу, потому что, по сути, я это все делаю со своим мужем, только гораздо круче, на гораздо более высоком уровне, и я настолько многозадачно мультифункциональна, и мой супруг в том числе, что, ну, мы сейчас строим компанию вдвоем, мы строим бизнес вдвоем. И это мега круто, мы автоматизируем все, что только возможно, у нас уже бот и наша личная система, которую мы выстраиваем в личном кабинете и везде, у нас есть только программист, который нам все это делает, ну, это фантастические штуки на самом деле. И я очень этим горда, потому что я во всем очень хорошо соображаю. Мне не нужны никто. Когда я говорю людям, что я каждый день веду 5 эфиров в неделю часовых, люди охреневают. Я никогда не готовлюсь ни к каким эфирам, ни к какому контенту, ни к чему. Не потому что мне похер, потому что я очень хорошо разбираюсь в том, что я делаю. Очень хорошо разбираюсь. Я не боюсь никаких вопросов, никаких тем. Я знаю всегда, как на что ответить, и не боюсь никаких сцен, никаких интервью. Я вообще ничего уже не боюсь. Потому что я каждый день прокачиваюсь, и мне абсолютно не страшно. Буду я стоять перед 10 тысячами людей, перед миллионом людей, перед одним человеком, что, кстати, страшнее, чем перед 10 миллионами. Все равно. Потому что когда ты в чем-то хорош, ты хорош. Поэтому прокачивайтесь регулярно в том, что вы делаете. В любом случае везде важен ваш опыт. Ваш опыт. Опыт не рождается из того, что вы себе придумываете. Опыт рождается из действия. Хотите вы того или нет, нужно действовать. Что бы вы посоветовали моей подруге? Уходить от богатого мужа и растить детей самой, или жить в бытовом браке из-за детей. Я ничего не буду советовать вашей подруге. Потому что у вашей подруги есть своя жизнь и своя голова на плечах. И самое тупое, что можно делать, это рассказывать ей. Я вашей подруге посоветую перейти на рерайтер жизни, чтобы самой разобраться. Не существует универсальных решений, как и не существует похожих людей. Вы должны это осознавать. У каждого есть свое, своя интуиция, свои истории. Мы не знаем, кто ее богатый муж. Мы не знаем, какие у нее дети. Мы не знаем, на самом деле, как обстоят дела. Это когда ваша подружка вам рассказывает, как ситуацию, она вам рассказывает только со своей колокольни. Понимаете? Это как со своим мужчиной. Мы разговариваем, например, когда с Сергеем. Если мы разговариваем с позиции «ты дурак, ты дура», это один разговор. Когда мы рассказываем «я чувствую, ты чувствуешь», но вдруг оказывается, что, блин, мы вообще друг друга не понимали, потому что я-то думала, что вот эти слова значат это, а на самом деле он их говорил по этому. Поэтому всегда наши разговоры мы стараемся вести с позиции «я чувствую вот так». Когда ты делаешь это, я это воспринимаю и понимаю, что ты вот так. «Да нет, я на самом же деле не это хотел сказать, но я-то это чувствую так». «Да нет, я тебе сейчас объясню, как это». «Ну давай тогда, если ты считаешь, что вот так, ты будешь говорить по-другому». Понимаете? Не лезьте в чужие отношения никогда. Лучшая помощь, которую мы можем дать человеку, это не довезти его куда-то, а научить его водить, если говорить о жизни. Научить его управлять своей жизнью, подсказать ему. Он не знает просто, что тут, оказывается, есть руль и педали, а вы его всю жизнь возите, и вы из него делаете, понимаете, инвалида. Это вот как ребёнка. Всю жизнь давать ему деньги или научить его зарабатывать. Дайте человеку лопату. В данном случае подскажите ему, где он может прозреть. Если пока непонятно, в какой сфере нужно развиваться, я уже говорила. Для того, чтобы было понятно, нужно начать. Если вы будете об этом думать, то вам будет непонятно всегда. Понятно становится, когда ты начинаешь действовать. Ты заходишь за стол, и там стоит куча блюд, и непонятно, вкусно это или невкусно. Непонятно. А когда начинаешь есть, то становится понятно, тебе это нравится или нет. Иногда даже непонятно, что в тарелке лежит, простите. Рыба это, мясо это, или филе какое-то, вернее, не филе, а суфле. Понимаете? Для того, чтобы было понятно, нужно попробовать что-то сделать. Сколько стоит рерайтер жизни? Если я не ошибаюсь, сегодня он ещё стоит 60 долларов в базовой версии. Его стоимость всё время растёт, поэтому в эфире это опасно называть, потому что эфир могут посмотреть люди в любое время потом, и он будет стоить совершенно других денег. Итак, на этой замечательной ноте. Я, по-моему, вас не обманула, когда сказала, что эфирчик сегодня будет хороший. По-моему, хороший. Кто-то написал о том, что я такая резенькая, когда рано встаю. Наверное, может быть. Я не исключаю этот вариант. На самом деле, я всегда повторяю одно. У меня нету никакого желания приносить кому-то лестные... Ой, лестные. Кому-то приносить, короче говоря, уже всё, видите, 5 утра наконец-то стали проявляться. Приносить для кого-то какие-то личные оскорбления. Нет. У меня нету никогда желания показать, что я очень умная. Нет, ребят. Я вообще не считаю себя очень умной. Я такая, какая я есть, есть всегда какая-то аудитория, которому ты или нравишься, или не нравишься. Это норм. Поэтому, ну, звеняй ты. Вот какая есть, такая есть. Моя задача простая. Будить и раздражать. Почему? Потому что, когда нас выбивают из нашей привычной обстановки, мы начинаем думать как-то иначе. Вот я ваш стресс. Я ваш чёрный плач. Поэтому сегодня я вас постаралась каким-то образом поколоть. Возможно, кого-то сегодня мне кольнуло больнее. Ну, переживите это, пожалуйста, и станьте лучше. Вот. Покажите, докажите мне, что я не права. Вообще, мотивация в жизни не супер важна. Вы хотите кому-то доказать, или вы хотите для себя. Вначале все идут через доказать. Всегда. Вот всегда вначале все типа, я тебе докажу, доказать, ты не права. А потом это лечится. Это у всех проходит. Ничего, подрастёте, знаете, оно попускает. Вот я могу сказать, что после 35-ти попускает. Дальше, наверное, будет ещё круче. Это не суть важна. Я приглашаю вас на рерайтер жизни. Потому что, как вы уже понимаете, это охуененькая программа. Хотя бы потому, что там есть я. У меня там всё не особо с цензурой. Но это не означает, что там всё на матах. Нет. Очень много жую, очень много рассказываю, очень много обучаю. И очень много обучаю, вру. Делюсь. Очень много мотивирую. Потому что мотивация всё-таки важна. Но самое главное, что вот как-то в рерайтере всё так устроено, что туда приходят люди, которые как-то сами друг друга мотивируют. Поэтому приходите, попробуйте. Что это и с чем это едят. У нас новый старт, новой группы 1 ноября. Завтра у нас, по-моему, поднимается цена в очередной раз. Если я не ошибаюсь, завтра. Ссылочка всегда есть у меня в шапке профиля. В шапке неизменно, ничего нового там не появится. Стоимость всё время фигурируется и растёт в зависимости от даты запуска. Поэтому присоединяйтесь, будет крутенько. Спасибо всем огромное за вот эти все ваши тёпленькие словечечки. Я всегда это всё читаю. Я тоже очень вам благодарна, что вы меня находите. Потому что, как ни крути, мы, что называется, два сапога пара. Всё. Обнимаю, целую. Вас очень попрошу. Если вам эфир понравился, я его опубликую. Не будьте гадиками, напишите пару слов о том, что это хороший эфир и стоило бы его людям посмотреть. Я вам буду за это благодарненько. Я купила. Правильно сделала. Не пожалеете. Всё. Всем пока.